В Москве 30 ноября 2016 года компания «Газинформсервис» совместно с компанией информационных технологий провела бизнес-завтрак, посвященный внедрению и эксплуатации систем автоматизации процессов управления информационной безопасностью. Участие в мероприятии приняли руководители и директора в области IT и информационной безопасности государственных органов власти, финансовых учреждений и промышленных компаний. Основной темой мероприятия стало обеспечение информационной безопасности в рамках концепции GRC, где G означает управление, R Risk Management и C Compliance. Внедрение системы автоматизации процессов управления информационной безопасностью, или SAP-UIP, позволяет осуществлять сбор и обработку поступающих из различных источников данных о состоянии информационных активов. В результате руководство компании может отслеживать ключевые показатели защищенности компании в понятном виде, а ответственные за информационную безопасность сотрудники могут оперативно управлять процессами обеспечения ИБ. Растущая популярность решений в области GRC объясняется тем, что они обеспечивают тесную координацию между существующими бизнес-процессами, практикой обеспечения информационной безопасности и поддержанием соответствия требованиям регуляторов и политикам компании. Поэтому российские компании сегодня с интересом изучают существующие на рынке решения в данной области. Система класса CM, DLP, контроля доступа, является поставщиком аналитики. Для того, чтобы аналитика приносила какую-то пользу организации, необходимо, чтобы она превратилась в так называемую работающую аналитику. Вот превращение аналитики в работающую аналитику – это основная цель СОПИИП. Из проблем, которые есть в области информационной безопасности у финансовых учреждений, можно выделить процесс выполнения соответствия требований. Регуляторов очень много, требований еще больше, поэтому СОПИИП позволяет организовать выполнение этих требований в автоматизированном режиме. Предусматриваются типовые опросные листы, автоматические загрузки из систем проверки соответствия требований, и, собственно, формирование уровня происходит в автоматическом режиме, и высвечиваются соответствующие индикаторы как для руководства, так и для исполнителей, позволяющие судить о том, что мы соответствуем, мы не соответствуем. Если не соответствуем, то насколько? Внося информацию о бизнес-контексте в информацию с инфраструктурного уровня, мы получаем работающую аналитику. Таким образом, руководство компании получает информацию о подразделении информационной безопасности, о том, что сейчас происходит, позволяет принимать более взвешенные управленческие решения. Участникам представили несколько любопытных кейсов. Опыт внедрения СЭПУИП на крупных предприятиях, принадлежащих к разным секторам экономики, финансы, ТЭК, а также в государственном учреждении. В основу проектов легла система отечественной разработки «Е-платформ», основными преимуществами которой создатели называют гибкость интеграции с существующими информационными активами и удобство эксплуатации. Система востребована для абсолютного большинства государственных организаций, которым предъявляются серьезные требования регуляторов, у которых развита IT-инфраструктура и которым нужно обеспечивать эффективное функционирование подразделения ИБ и ИТ в части реализации организованных мерзащиты. В этом году мы реализовали несколько проектов для государственных заказчиков, проекты как по вводу СЭПУИП на базе платформ в опытную эксплуатацию, так и в промышленную эксплуатацию. Внедрение данной системы позволило заказчикам увеличить уровень их соответствия требованиям регуляторов СТЭК России и ФСБ России к организации работ по защите информации, а также увеличить эффективность реагирования на инциденты информационной безопасности это вот по реальным кейсам. В планах на будущий год разработка 8 новых председательных модулей и конфигураций, модулей, которые будут обеспечивать защиту государственных информационных систем, а защиту оптимизированных систем управления техпроцессами, модулей, которые будут предназначены для организаций, в которых должна соответствовать требованиям ИСО-2001. Тема злободневная, она сейчас интересует заказчиков, но необходимо так представить информацию по этой системе, чтобы было понятно руководству органов, ведомств, а также компаний, что эта система жизненно необходима для обеспечения основных бизнес-процессов. Заказчики просили помочь в методологическом плане с подготовкой документов для обоснования у руководства. Такой формат интересен интерактивностью, то есть стирается грань между заказчиком и производителем, или разработчиком создается дружеская атмосфера единомышленников, решающих общие задачи. Мероприятия интересны тем, что ты можешь познакомиться конкретно с одной системой, не так, как на общих форумах, когда там идут доклад за докладом, система за системой, и многие из них похожи. Такие вот встречи хороши тем, что ты полностью замкнут на одну систему, и вся информация, которую ты воспринял, она именно об этой системе. Поэтому проще оценивать и проще разбираться, поскольку мы уже не первый раз интересуемся этим вопросом, и не первая система, которую я отсматриваю, поэтому общее понятие уже имеется. Интересна конкретная реализация, конечно. Больше интерес вызвал опыт нашей практической реализации проектов, то, что обсуждали в кулуарах. Интересна будет также демонстрация практическая, об этом мы сейчас поговорили. Цена для заказчика – обменяться опытом между участниками и организаторами мероприятия по вопросу реализации СПИФ на базе Е-платформ. Красной нитью проходит продвижение импортозамещения. Это наша отечественная Е-платформа. Очень актуальна для госорганов, для компаний, которые образуют основу, базис нашей экономики, нашей инфраструктуры страны. Сертифицируется и зарубежное программное обеспечение. С некоторыми натяжками можно согласиться, что зарубежное программное обеспечение абсолютно безопасно. В российском же продукте есть возможность контролировать в процессе разработки программное обеспечение и, соответственно, добиться его чистоты в сфере информационной безопасности. Нужно быть уверенным в этом программном обеспечении, на него можно положиться, оно доверенное.